Можно ли прожить в Германии, не зная немецкого? Вполне. Можно ли прожить в Германии, еще и не зная английского? Можно, но уже сложнее. Давай разбираться. Первое, с чем ты сталкиваешься при переезде, это, конечно же, жилье. Есть несколько вариантов на первое время. Один из них – это отель. Здесь тебе понадобится английский язык, а вот знания немецкого языка совершенно не обязательны. Но, согласись, это довольно-таки дорогой вариант. Чтобы найти временное жилье за вменяемые деньги, нужно смотреть в сторону мобилированных квартир, которые сдают на короткий срок. Почему на короткий срок? Скорее всего, у тебя просто еще нет документов, которые нужны для долгосрочной аренды. Это шуфа, местный кредитный рейтинг, отсутствие долгов у предыдущего арендодателя и также несколько местных зарплатных рисков. Ты, конечно, можешь испытать удачу и снять квартиру с российскими зарплатными рисками, но не забудь в этом случае их перевести. Но вот на короткое время вполне реально снять квартиру и удаленно. А удаленно вполне можно вести переписку и с переводчиком в телефоне. Получается, на этом этапе тебе достаточно только русского языка. Дальше тебе придется столкнуться с бюрократическими вещами. Например, регистрация по месту жительства, или подача документов на ВНЖ, или даже разбирательство с местными налогами. Здесь уже без знания языка будет немного сложнее. В том же деле регистрации тебе может повезти и попадется англоговорящий сотрудник. На русскоговорящего я бы здесь не рассчитывала, но может и не повезти и будет только немецкоговорящий сотрудник. Но, к счастью, все, что тебе нужно сделать на этом этапе, это заполнить анкету или ответить на пару простых вопросов. А если тебя переводит компания, тебе также могут предоставить помощника, который скажет тебе, как правильно заполнить анкету, или даже сможет пройти весь процесс без твоего участия. Но, конечно, это будет, скорее всего, англоговорящий помощник. На русскоговорящего я бы здесь тоже не надеялась. Так что на этом этапе я бы сказала, что без знания английского будет очень тяжело. Здесь уже параллельно тебе нужно искать постоянную квартиру. Если ты не знаешь язык, попроси кого-нибудь проверить твое сообщение в отклике, чтобы не создавать плохое первое впечатление. После твоих откликов тебе начнут приходить приглашения на просмотры. Лично у меня не было ситуации, когда на просмотре английский не был доступной опцией. Но не стоит исключать этот вариант. А вот найти русскоязычного арендодателя будет довольно-таки проблематично. Это возможно, но это сильно уменьшит твои шансы быстро найти квартиру. И уже после того, как ты найдешь квартиру, точнее, квартира найдет тебя, нужно будет проверить и подписать договор. Я бы сказала, что я уверена на 99%, что договор будет на немецком языке. И на подписании вполне возможна ситуация, что человек, который будет говорить с тобой, не говорит по-английски. Но здесь уже не стоит переживать. Если тебя позвали на подписание, значит они уже удовлетворены твоей кандидатурой. И разговор пройдет успешно, даже если вы будете рисовать друг другу картинки, чтобы объясниться. Я рассказывала о том, как это было у меня, вот в этом видео. И далее тебя ждет уже передача ключей. Это может произойти как на подписании договора, так и в отдельный день. И там тебя уже будет ждать либо собственные квартиры, либо хаусмастер, если арендодателем является компания. И тут вполне возможна ситуация, когда ты надеешься на английский, потому что на просмотры. Вы контактировали с агентом на английском языке, но приходит хаусмастер и говорит Но здесь тоже не стоит беспокоиться, потому что контракт уже подписан и тебе уже не откажут, так что можешь смело пользоваться переводчиком. В какой-то момент тебе придется столкнуться с медициной. Ведь все мы люди, все мы болеем. У всех нас возникают ситуации, когда нам нужен регулярный осмотр у определенного специалиста. Можно ли найти в Берлине русскоговорящего врача? Можно. Но есть пара нюансов. Этот врач может быть далеко от тебя. Или доступная запись на прием может быть только через 3 месяца. Или может случиться, что русскоговорящего врача именно той специальности, которая тебе нужна, к сожалению, нет. Но вот уже специалиста со знанием английского языка найти довольно просто. Почти все врачи говорят на английском. Так что здесь ты можешь выбрать и врача в шаговой доступности от твоего дома и с записью не через 3 месяца, а через неделю. И даже необходимость посещать врача узкой специализации не будет большой проблемой. Если ты думаешь, что будет достаточно прийти к врачу, переводчикам в телефоне, ведь писать-то ты можешь, а он, скорее всего, умеет читать, то не придется тебя расстроить. Врач может спокойно отказать тебе в приеме, если не будет уверен, что ты сможешь его правильно понять. Или попросят тебя прийти с живым переводчиком, с которым уже можно будет комфортно разговаривать, который сможет перевести тебе и сможет перевести все, что ты говоришь врачу. И, наверное, самое интересное. Можно ли найти работу в Германии, не зная немецкий язык? Здесь может быть несколько вариантов. Если ты высокий квалифицированный специалист и знаешь английский язык, то, скорее всего, проблем с поиском работы у тебя не будет. Более того, скорее всего, у тебя будет довольно-таки высокая оплата. Но если у тебя нет квалификации или ты не знаешь английский, то здесь уже работу искать будет намного сложнее. Даже если ты ее найдешь, скорее всего, она будет, к сожалению, низкооплачиваемая. Конечно, здесь бывают исключения, но они довольно-таки редкие. А вот с развлечениями все довольно-таки неплохо. Фильмы на русском языке можно найти в русском доме. Правда, выбор там довольно-таки скудный. А вот на английском уже намного больше выбор. В Германии, как и в России, все фильмы дублируются для показа населению. Поэтому, если ты хочешь посмотреть фильмы на английском, нужно искать сеансы в оригинале. Но будь осторожен, не все фильмы в оригинале на английском языке. Также, если тебе вдруг нравится такой формат, ты можешь найти квизы на русском языке. Они проходят регулярно. А из-за того, что русскоязычных переехавших довольно много, особенно в Берлине, ты можешь найти какую-нибудь компанию по интересам. Например, людей, которые каждые выходные собираются поиграть на столке. Или полепить из глины. Или даже просто походить по барам. В этом плане довольно просто найти людей, которые разделяют твои интересы. Так возможно ли переехать в Германию, не знаю ни немецкого, ни английского языка? Я считаю, что в этом случае комфортный переезд может быть только при условии, что твой супруг или супруга или партнер, с которым ты переезжаешь, говорит либо на английском, либо на немецком. Потому что в этом случае он сможет тебя поддержать в тех вопросах, в которых ты не сможешь справиться самостоятельно. Например, сходить с тобой вместе на регистрацию или к врачу. А вот переезд в Германию, не зная немецкий, но зная английский, можно смело планировать. Но все-таки мне кажется, что комфортная жизнь в Германии возможно только, если ты знаешь немецкий язык. Это, конечно же, не значит, что тебя должно это останавливать, но было бы довольно неплохо хотя бы начать его учить в процессе. Конечно, нужно учитывать, что я живу в Берлине, и поэтому все мои примеры сегодня были именно про этот город. В других городах ситуация может отличаться. Обязательно, имей это в виду. А ты планируешь переезд в Германию? Или ты уже переехал? Учишь язык до переезда? Или уже после? Или ты считаешь, что его вовсе не нужно учить? Обязательно, пиши в комментариях. Поставь лайк, если было полезно, и подписывайся на канал. Пока!